всем привет я хочу сегодня сделать видео про мои странные покупки с iherb я делаю периодически там покупки покупая разные 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 и хочу сделать видео именно на то что мне показалось странным не то чтобы это плохое но какой-то эффект от этих вещей либо сами эти вещи какие-то необычные для меня первое что это было к сожалению уже без обаковки но это мыло веледа оно это обычного такое мыло как бы натурального я думаю все знают про компанию веледа она продается по уже во всех странах и во многих магазинах и это я еще не мылась этим было но его запах он хороший да это календула все там календуловный запах но он настолько резкий он настолько я вот его держу мне он пахнет если ты ближе к носу подносишь то это просто такой термоядерный резкий запах что вообще меня это удивляет почему это мыло для детей это мыло правда очень резкого запаха то есть для меня это была странная покупка просто я ожидала что оно будет более нейтрального запаха конечно принципе наверное логично то что натуральные вещи они очень сильно пахнут потому что наверное экстракт календулы возможно он имеет такой резкий аромат но под вопросом у меня остается это мыло когда я начну я ему мыться тогда я что-то для себя решу следующая странная покупка планируя беременность я в общем купила себе на и херп вот такие вот две баночки конфеты конфеты которые вроде как когда токсикоз начинается на первых порах то они таких сосешь и вроде как не так тошнит и и вот я на все надеялась что это действительно какие-то очень интересные может быть кислые и еще какие-то там конфеты или может быть какой-то у них запах который отвлекает от тошноты потому что знаете вообще к тошноте невозможно привыкнуть можно привыкнуть и переживать постоянно какую-то боль ноющую или режущую но вот привыкнуть к тошноте нереально может быть у кого-то получается но у меня это очень сложно и поэтому я купила себе эти таблетки не таблетки господи конфетки сосалочки такие бледенцы и вот написано соур разбери то есть кислая малина зеленое яблоко кислый лимон и кислый танжерин не помню что это но там еще я купила две банки во второй еще там есть джинвер имбирь так вот они настолько сладкие я не знаю как это будет как когда ты будешь это пробовать когда это тебя тошнит но это нереальные они настолько приторные сладки что у меня их дочка начинает выпрашивать я дала попробовать одну натуральные вроде как эти конфетки их можно давать детям но они вообще не то что я ждала я не знаю поможет это или не спасет когда тебя тошнит но ужас сладки невозможно сладки просто я и ужасно следующая странная покупка моя сахер была вот такая лилак water это вода лилак как сирень сиреневая вода вода сирени бузок на украинском бузкова водочка и я в общем у меня очень любит муж запах сирени я надеялась что это оно и тут написано что это подходит для тела для душа и для ароматерапии то есть можно помещение брызгать можно на себя брызгать можно нюхать и балдеть от этого и девочки это пахнет как освежитель в туалете то есть брызгать на себя как духи нет это реально как будто бы кто-то только что сходил туалет побрызгал такой вот запах имеет вот это тябускова водичка странная покупка оказалась и поэтому вот эту бутылочку вот эту водичку я не буду использовать нигде кроме как в туалете это сто процентов следующая странная покупка это такой дезодорант. Написано дезодорант. Это разные вещи. Дезодорант и дезодорант. Я не знаю. Но это дезодорант. Посмотрите, какой он. Вот такой. Кристал. Тут нарисована дядя и тетя. И такой прозрачный... Прозрачный такой... Как сказать, что это прозрачное? Прозрачное нечто, которое можно выкручивать на сколько угодно. В форме... По-моему, в форме фалоса. Но как бы там ни было. Чем покупка странная? Это соль. Это камень соли. Не натрий хлор, а какой-то другой здесь состав. Это написано аммониум алюм. Аммониум алюминия, или как это правильно называется. Натуральная минеральная соль. То есть, это такой камешек соли. Который для того, чтобы использовать, вы включаете водичку в кране. Под кран оно намокает. Ну, то есть, просто как бы увлажняете вот этот вот край его. И, собственно, мажете там, где вам нужно мазать. Я купила две такие штуки. Один для мужа, один для себя. Он... Это не антиперспирант. То есть, это не помогает вам не потеть. Но это убивает бактерии. И поэтому вы не воняете. Вот такое. И, в общем, я не знаю. У меня, честно говоря, я сама не очень сильная вонючка. Поэтому на мне я не сильно чувствую эффект. Но муж говорит, что действительно за три дня использования эффект почувствовался очень хорошо. Поэтому, в общем-то, покупка странная не тем, что она там плохая или неудачная. Она удачная. И просто интересная такая вещь, как натуральный дезодорант. Я раньше с таким не сталкивалась. Решила попробовать и не пожалела. Поэтому, если вы их заходите, попробуйте использовать, купить, можете попробовать. Это не очень дорого стоит. Ссылки в боксе вот этим видео на все продукты, которые в этом видео я описываю. Вот такая. И, кстати, там еще есть не пробничек, а такой же дезодорант, только в маленькой, такая вот манюхонькая упаковочка. Он не выкручивается, а просто такой кусок этой соли торчит из пластмасски. И можно им как бы... Ну, как стик такой небольшой, маленький, дорожный вариант. Следующая странная покупка – это Now Solution крем Гиалуроник Айзит Крем. То есть, гиалуронико-кислотный крем. Крем гиалуроновой кислоты. Супер увлажняющая, регенерирующая формула, без парабенов. И вот этот крем я почему... Я, в общем, купила себе, когда я показывала вам видео, крем вокруг глаз от Estee Lauder. И я говорила о том, что он мне очень-очень нравится, потому что очень сильно увлажняет. И мне были комментарии о том, что он сильно увлажняет, потому что там есть гиалуроновая кислота. Так вот, крем на основе гиалуроновой... О боже, вы поняли. Гиалуроновой кислоты. Этот крем, вот я не знаю, может, если кто-то пробовал подобного рода кремы, но вот именно этот крем, он ложится как вазелин. Он закупоривает поры, поры расширяются, и ты ходишь как жирное нечто. Это смотрится ужасно. Я посмотрю, как это будет работать зимой, но летом это не мое однозначно. При том, что, как я напоминаю, у меня кожа натуральная. Боже мой, ну, конечно, натуральная, не искусственная. У меня кожа... Ну, пожалуйста, вспомни это слово. Нормальная. Вот, нормальный тип кожи, без высыпаний причей и проблем. И обычно все крема на мне спокойно ложатся. Но вот это сделало какую-то бяку у меня на коже. Дальше, последняя странная покупка. Это огромная-огромная банка пренатальных капсул. То есть, это витамины для беременных натуральные. Сайхерп. Очень многие девочки из ЖЖ, с которыми я общаюсь, они пользовались именно этими капсулами. Now Foods, той же компанией Now Foods, или как Now Solutions. Now Solutions называется. Здесь огромная банка. В этой банке 240 капсул. 240 капсул ежедневного применения хватит на 8 месяцев. То есть, на всю беременность. В принципе, узнаем мы о беременности через месяц, только даже через полтора-два. То есть, тест показывает две полосочки, на 5-6 неделе, не раньше. То есть, тест отображает большую концентрацию гормонов. До этого он не покажет вам. И вот это, получается, мы узнаем про беременность, начинаем пить эти витамины. И уже до конца беременности не нужно никакие дополнительные витамины покупать. Что в этих витаминах странного? Это вот уже, о боже, я это лучше закрою. Это запах рыбы. Очень сильный, резкий, вонючий запах рыбы. Когда я открыла банку, у меня дочка сказала, мама, фу, что это воняет. Я сказала, что это воняет еда. И она говорила, мама, что это за еда. Вот, короче, такая капсула натурального оттенка. Конечно же, все натуральное имеет вот такой оттенок. И внутри какой-то порошочек, судя по всему, с какими-то витаминными минералами. И, судя по всему, запах рыбы имеет вот именно внешняя оболочка капсулы. Вот то, во что, да, вот эта натуральная оболочка, которую мы проглатываем, она растворяется. Запах очень редкий, очень резкий и очень неприятный. Запах резкой рыбы. Слава богу, хоть не тухлый. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok